Дорогая Церковь, мир Божий вам! Как мы будем отмечать Пасху, этот величайший праздник всего христианства. Поэтому в этом служении давайте мы понуждаемся в Господе и попросим Господа, чтобы Бог благословил всех нас, чтобы Божья благодать пришла, чтобы мир Божий, Его устройство, чтобы все это служение было наполнено Господом и чтобы Его Божье благословение пришло. Давайте встанем и помолимся. Слава Богу, Церковь! God is good! All the time! God is good! Бог наш благ! Благ всегда! Аллилуйя нашему Царю! Аллилуйя нашему Спасителю, что Бог даровал нам эту благость и милость, и мы сегодня в Доме Божьем. Мы сегодня можем поклоняться и прославлять нашего Царя, нашего Господа Иисуса Христа. Я призываю всю Церковь, призываю всех нас, чтобы мы присоединялись к этой хвале, присоединялись к этому словословию, потому что Бог наш достоин всей хвалы. Можете сказать аминь? Аминь! Аминь! Осанна, Осанна, Высший Богу! Крево сносит тебя в сердце полный хвалы! Крево снесет Господь Осанна, Высший Богу! Крево сносит тебя в сердце полный хвалы! Крево снесет Господь Осанна, Высший Богу! Слава! Слава! Слава Тебе, Царцарей! Слава! Слава Тебе, Царцарей! Крево сносит тебя в сердце полный хвалы! Крево снесет Господь Слава Тебе, Царцарей! Крево сносит тебя в сердце полный хвалы! Крево сносит тебя в сердце полный хвалы! В сердце полный хвалы Будь превоснесен, Господь Мы любим тебя, Царь-царей Превозносим тебя В сердце полный хвалы Будь превоснесен, Господь Мы любим тебя, Царь-царей Асана, 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 Нищий Богу Превозносим Тебя, сердце полный хвалы Путь превознесен, Господь, Асана, Нищий Богу Превозносим Тебя, сердце полный хвалы Путь превознесен, Господь, Асана, Нищий Богу Все, что есть во мне, Господь, Тебя благословит Всей жизнью поклоняюсь лишь Тебе Забрал меня из темноты и свой чудесный свет Пою я вечно о любви Твоей Пою я вечно о любви Твоей Все, что есть во мне, Господь, Тебя благословит Всей жизнью поклоняюсь лишь Тебе Забрал меня из темноты и свой чудесный свет Пою я вечно о любви Твоей Пою я вечно о любви Твоей Сядь, 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 ты с тобой, Господь Сядь, 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 ты с тобой, Господь Сядь, сядь, ты с тобой, Господь Люблю Тебя я прославлять И видеть, как земля Слоняет пред тобой сердца свои И ты один, Господь Иисус Холодные сердца Даешь любовный бесконечный мир Даешь любовный бесконечный мир Даешь любовный бесконечный мир Святый, святый Ты с тобой, Господь 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 Превосточный 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 Богословь Превозносим, превозносим, превозносим. О Господь, Господь превыше всех на небе и земле. Господь превыше всех на небе и земле. Бог, Ты превыше всех на небе. Превозносим, превозносим. Превозносим, превозносим. Превозносим, превозносим. Превозносим, превозносим. Превозносим, превозносим. Превозносим, превозносим. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Oh Lord, we exalt Him 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 Я говорю, ты слышала, представляешь, я говорю, продала машину, но я рассказала этому человеку. Она говорит, мама, я все слышала. Для меня еще такая большая радость была, что даже не надо было говорить, наши дети, они все слышат, что мы делаем. И они потом делают, что мы делаем. Дай Бог, чтобы это были хорошие дела, и чтобы еще больше людей спаслось для Иисуса. У меня не такое длинное свидетельство, но тоже хочу засвидетельствовать о славе Божией. В прошлую субботу мы молились об исцелении, и вообще я вышла просто помолиться, и даже не говорила свою нужду. Но Оксана говорит, Бог сказал, что если ты хочешь идти к доктору, то ты не иди. Даже не то, что она сказала, что Бог тебя исцелит, просто не иди к докторам. И на той молитве я получила исцеление. Слава Богу! Я также хочу поделиться свидетельством. Три года назад я нашла на своей руке, такой как ламп, это как нарост. И я очень запереживалась, и я сразу пошла к специалисту, это hand doctor, и спрашиваю, что это такое. Он говорит, что, ну если оно не растет, оно не злокачественное, ну будешь наблюдать, говори нам. Оно у меня не болело, но оно все равно беспокоило, что оно там было. И я смотрела на него и говорю, Господь, я хочу, чтобы оно просто disappear. Я хочу, чтобы оно рассосалось. Просто хочу видеть это как чудо в моей жизни. Ты исцеляешь там где-то, я вижу там, в других странах. Ты делаешь великие дела, но я хочу видеть это в моей жизни, лично в моей жизни. И самое главное, я никому не делилась. Только моя мама знала, моя семья. Я не просила, чтобы никто не молился, потому что это я поставила между собой и Богом. Я сказала, Господь, я знаю, что Ты меня слышишь, но Ты просто ради укрепления моей веры, чтобы это не было, что люди за меня молятся, я молюсь, и Ты сделаешь это ради меня, чтобы моя вера просто возросла. И проходил год, второй год, и ничего не менялось. Я молилась, провозглашала, Господь, удали эту лампу, я не хочу, чтобы она была у меня. И потом, уже недавно, где-то три месяца назад, я заметила, как она у меня начала исчезать. Просто как меньше каждый день. И она уходила и уходила. Хотя врачи говорили, она не уйдет, она у тебя на всю жизнь, просто операцию нужно сделать, и все. И я что хотела подметить, что это во время именно прославления. Когда вот соединяешься с Духом Божьим, просто приходишь в присутствие, и Бог в духовном мире просто делает великие дела. И если вы, может быть, еще не вкусили, что такое прославление, просто, может быть, у нас нет такого учения. Это когда вы соединяетесь с кором и ангелом. Представьте, это такая большая сила. Вы прославляете Бога там день и ночь, а вы тут несколько часов, минут уделяете. И просто на меня всходила сила Божья. И я верю, что это было именно когда ты соединяешься, Бог Дух Святой наполняет. Ходотайственная молитва, сильная такая молитва и жла. И просто не пренебрегайте, когда идет прославление. Не осуждайте, потому что вы не осуждаете нас, вы осуждаете Духа, который в нас. Просто поймите, это сила, оружие в духовном мире. Господь, старь, наш всемогущий Бог, Господь, наш странь. Господь, царь, наш всемогущий Бог, Господь, наш странь. Свят всемогущий Господь, Он по истину наш странь. Свят всемогущий Господь, свят его алтарь. Свят всемогущий Господь, а истину наш странь. Слава Ему! Свят всего Бог, Господь, конецел наш странь. господь а 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 и а а а а а Свят всемогущий, Господь, воистину наш царь Слава Ему, Слава Ему Господь царь Нас всемогущий, Бог Господь наш царь Господь царь Нас всемогущий, Бог Господь наш царь Когда детям Израиля ты знал и Бог Господь сказал, покорится Он И все внешние рамки обру великой стены Он прогрикнули стены разрушены Ибо свят всемогущий, Господь, воистину наш царь Свят всемогущий, Господь, свят Его алтарь Свят всемогущий, Господь, воистину наш царь Свят всемогущий, Господь, воистину наш царь Свят всемогущий, Господь наш царь Свят GOODNESS Свят всемогущий, Господь наш царь Когда дверь детей Ему в грехах погибал. Сына Он за Него отдал, И радуемся, и по греху боимся. Иисус, ты молек и свят, И посвят всемогущий Господь Вам, А из Него в нас славь. Свят всемогущий Господь, Как Его алтарь. Свят всемогущий Господь, Он поистину наш славь. Слава Ему! 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 Неотвертим наших путей, наши дела. Воспевай и прославляй Иисуса Иисуса. Воспевай и прославляй Царя Царя. Воспевай и прославляй Царя 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 Царя. Воспевай и прославляй Царя 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 и Иисусом Христом, будь наполнен Словом Божьим. Братья и сестры, мы можем на этом вместе сказать Аминь. Дорогие братья и сестры, Пальмовое воскресенье или Вербное воскресенье это торжественный въезд нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Но насколько важнее, если твое сердце сегодня будет открыто и торжественный въезд Господа Иисуса Христа будет сегодня в твое сердце. Дорогой мой друг, насколько это важнее, насколько это приятнее. Вот мы сейчас слышали короткие свидетельства. Они были три и они все короткие. И могу сказать, как бы слегка уклоняясь от темы, хочу сказать этим родителям, которые воспитали этого прекрасного регента, пусть Господь благословит, чтобы все дети так славили Господа. И по этой прекрасной регенше маме могу сказать, за таких людей, которые вот так славят Господа, сердце радуется и хочется сказать. Вся церковь можем сказать «Слава Богу!» «Слава Богу!» Дорогие мои братья и сестры, наполнили ты Господом Иисусом Христом, пребываешь ли ты с Господом, ты не знаешь свой последний день. Неделю назад в Колорадо случилась страшная трагедия, страшная-страшная трагедия. Болдер, Колорадо. Десять человек были убиты в магазине «Кинг Супер», которые не имели никакого причастия к военным действиям. Абсолютно никакого. Восемь человек – это были просто клиенты, один человек – это был амплой «Кинг Супера» и полицейский. Семь детей. Он был сильно, если сравнивать, с нашим пастырем похож. 51 год, семь детей приехал защищать народ, и его сразу заложили на повал. И когда я эту историю услышал, я как раз слушаю Кейлов и ехал на заказе. И они в раз эту Кейлов останавливают и начинают говорить, вот случилась трагедия, мы еще не знаем, кого убили, но потом уже на следующий день сказали, 10 человек, самому младшему 20 лет, самому старшему 65. И что было страшно, если бы мне за день до этой трагедии сказали, в одном из магазинов «Кинг Супер» умрет мальчик, которому 20 лет, его зовут Дэнни, и он работает в «Кинг Супере». Я бы встал на кровать, слез бы с кровати, и просто бы вопияло сказал, Иисус, помилуй и не допусти. Мой старший сын, его все знают как Даник, дома мы его зовем Дэнни, ему 20 лет, он работает в «Кинг Супере». Это просто по милости Божьей, по милости Божьей, мы сегодня, как пастырь сказал, многие не проснулись, а мы сегодня пришли в Дом Божий, чтобы поклониться Господу Иисусу Христу. Мы можем сказать этому Царю Царей, слава Богу! Слава Богу! Дорогие мои братья и сестры, дорожи каждым днем, приготовлено ли твое сердце сегодня для Господа Иисуса Христа, и пребываешь ли ты с Ним? Библия говорит, сам Христос сказал, «Кто не прибудет во мне, кто не прибудет во мне, извергнется вон». Ты должен пребывать только на Христе, твое сердце должно быть открыто полностью для Господа Иисуса Христа. Пальмовые ветви – это еще не самое главное, что ты можешь постелить. Верба – это еще не самое главное. Твое сердце, оно должно быть полностью открыто для Господа Иисуса Христа. И даже если так пришлось о тебе или мне быть застреленным в этом Кинг-супере, то чтобы ты на тот момент был готов, чтобы ты знал, что ты был на этой лозе, и ты спокойно отошел к своему Спасителю. Дорогой мой друг, «Будь готов!» Это очень важно. Мы знаем, что часто люди погибают в Афганистанах, на войне. Но когда вот я живу в Америке, я помню, первая стрельба в моей жизни произошла в Колорадо – это Колумбайн Хайскул. Школа. Кто бы мог поверить, что в школе перестреляют людей? Совершенно недавно было в церкви. Было, где мы живем, от нашего дома в кинотеатре. И вот уже теперь уже доходят уже до грош и рестор. Туда, куда люди невинно едут, просто чтобы купить себе продукты. Дорогой мой друг, «Будь готов!» Это очень-очень важно. С каким сердцем ты ходишь не просто в церкви, но каждый свой шаг везде, в дороге, в езде, полностью посвящен Господу Иисусу. Евангелие от Иоанна, если у кого есть Библии, 16 глава, 1 по 5 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, прошу прощения, Евангелие от Иоанна, 15, 1. «Я есим истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Запомните, сколько раз будет повторяться слово «прибудьте». Минимум четыре раза. «Прибудьте во мне, и я у вас, как ветвь не может приносить плода, сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есим лоза, а вы ветви. Второй раз. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. А кто не прибудет?» Третий раз. «А кто не прибудет?» «Во мне изведнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Четвертый раз. «Если прибудете во мне, и слова...» «Очень важно, не только вы, но чтобы наши слова прибыли в Господе. «Если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». До сего места, мои дорогие братья и сестры, преклонившие колени, прославим нашего прекрасного Господа, что, как пресвитер сказал, что по милости Господней мы сегодня проснулись, приехали в Дом Господний, чтобы воздать славу Богу. Аминь». Мы споем песню на английском языке, но будет высвечен перевод для тех, кто не понимает. И слова из этой песни взяты с откровения пятой главы, где Иоанн видит видение и видит на престоле книгу, которую никто не мог открыть. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу и не посмотреть в нее». И тут, я думаю, Бог дал Иоанну пережить ну как бы Божью боль в настоящем времени. И я много плакал о том, что никто, никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И дальше потом он узнал, что есть достоин. И поют новые песни, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. И слышал голос многих ангелов, которые тоже пели «Достоин огнезакланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Я не знаю, или это о прошлом или о будущем написано, но я думаю, что такой же разговор состоялся, когда Иисус должен был прийти и пострадать за нас. И тоже, кто же пойдет, кто достоин, кто достоин избавить нас от тьмы, от греха, от боли. И это Иисус. Мы о нем споем. Иисус. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ты славою правля Ты всемогущий Бог Ты благ и милости Любовью Ты силен Ты владыка всей земли И вся земля полна хвалы Ты будь прославлен среди нам Приди мы ждем Тебя нашел Ты владыка всей земли И вся земля полна хвалы Ты будь прославлен среди нам Приди мы ждем Тебя нашел Иисус 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok И эти события, которые описаны, я прочитал Евангелие от Луки, они упоминаются каждым евангелистам. Немножко, может быть, у каждого евангелиста есть свои особенности, так как основные события, это мы знаем, что был найден этот молодой осленок, он был отвязан. И что интересно, когда его отвязывали, хозяева спросили, зачем? И как только им был дан ответ, что он надобен Господу, они согласились. Я не думаю, что они согласились бы, если бы кому-то просто нужен был бы осленок, но когда они услышали, что он надобен Господу, они согласились. Написано также, что народ постелал эти пальмовые ветви и одежды, потому что весь народ, это все простые люди, они все слышали, верили или не так думали, что это тот человек, который возглавит царство Израиля, что ему предстоит воссесть на Давидовом троне, это будет царь, но мы видим, что то, что как они думали, оно произошло не так. Дальше мы видим, что Христос, Он заходит в храм, и Он увидит беспорядок, Он видит то, что не принадлежит этому храму Божью. В Иоанне Матфея написано, зашел в храм, и не просто в храм, а зашел в храм Божий, и Он увидел меняющих, торгующих, может быть, там спорящих, может быть, еще что-то делали. То, что там описано, я с большого города, да вы все сами знаете, это напоминает центральный колхозный рынок. Все, знаете, эти все операции, которые там происходили, но принадлежит ли это храму Божьему? Мы уверенно скажем, нет. Христос сделал то, что Его, я не думаю, что Его часто таким видели, но Он сделал то, что в Нем возгорелась ревность по храму Божью. Он выгнал, Он сказал, это дом молитвы для всех народов, а что вы с Него сделали? Мы видим также, что там есть события, которые говорят, что Он залкал и подошел к смоковнице. Там написано, что это не было время собирания смоков, но даже если это не было время собирания смоков, на ней должны были эти быть уже плоды. Написано, что там не было плодов. И Он сказал ей, что отныне на тебе не будет этих плодов. Далее мы видим, что эта смоковница засохла. И дальше написано, что люди пришли к Нему, и Он их исцелял. От храмых, слепых, и Он их исцелял. Написано. И учил каждый день в храме. Это я так собрал основные события, которые произошли в этот период, когда Иисус Христос въезжал в храм, когда Он в Иерусалим, когда Он зашел, когда Он въехал. Это основные события, просуммированные со всех евангелистов. И вот в Евангелии от Луки говорится так, пророчество об Иерусалиме. «И разорят тебя, и не останется в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Как вы думаете, что такое время посещения? Очень простой такой пример с той же самой смоковницей. Росла смоковница, было у нее время, когда она была посажена, было у нее время ей вырасти, было у нее время, чтобы эти плоды на ней появились. И вот подходит к ней Христос. Подходит к ней Христос и смотрит на это дерево, на которое должны были быть плоды. Я уже так скажу, что время посещения – это важный и ответственный промежуток времени, наполненный трудом и терпением в жизни каждого из нас. Я еще раз повторю эту фразу. Это важный и ответственный промежуток времени, наполненный трудом и терпением в жизни каждого из нас. Тогда, когда мы узнали Христа, когда мы поверили, когда мы приняли водное крещение, когда мы согласились жить и следовать за Господом, это время то, как подобно, как у той смоковницы, подобно, как у этого города, который был наполнен этими прекрасными строительствами, прекрасными строениями, о котором Христос говорит, «На тебе не останется камня на камне, потому что ты не узнал времени посещения твоего». Я могу привести еще такой пример для более такого нам понимания. Многие из нас знают, что такое строительство. Строились. Например, идет стройка, и мы строим и знаем, что придет время, что приедет инспектор и будет проверять дом. Так, Валентин? И от него никуда не денешься, да? То есть, ну вот такое вот посещение инспектора. Я знаю, что я делаю определенную работу, мне дано время, и придет инспектор и будет проверять. И приходит инспектор и проверяет. Подписывает или не подписывает, или дает corrections, и потом нужно их исправлять. И это ставит такое положение ответственности, почему я сказал, что это важный, ответственный промежуток времени, насыщенный трудом и терпением в жизни каждого из нас. Въезд Иисуса Христа в Иерусалим, Он открывает нам сегодня то, что мы имеем. Мы, имея то, что мы будем праздновать через неделю, это воскресение страданий и воскресение Иисуса Христа. Это победа. Это то, что провозглашается в нашей жизни. Это то, что мы провозглашаем. Я думаю, каждому из вас приходилось видеть в своей жизни самых счастливых людей, правда? Самых счастливых людей. Это могли быть и мы, и наши родители, и наши дети. Особенно это молодые люди, которые любят друг друга, которые, знаете, по ним сразу видно, что когда они счастливы и улыбаются, мы знаем, что они или поговорили по телефону с друг другом. Но Слово Божье говорит нам то, что чтобы вам знать, кто такие самые счастливые люди, есть противопоставления, то есть которые самые несчастливые, тогда мы понимаем, кто такие самые счастливые, кто такие не самые счастливые. Написано так, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы что? Несчастнее всех человек. И потому вот это вот время посещения на этой земле – это есть то, что мы сегодня, живя, мы сегодня делаем то, что мы собираем с Иисусом Христом, собираем вместе с Ним, продолжаем Его миссию, которую Он совершил, исполнив волю Отца Своего Небесного, передавая это посланничество ученикам. Оно пришло до нас, оно пришло, оно переходит к следующему поколению. И если вы помните тот библейский пример о Руфе, Найминь, Руфь, Ваос. Ваос был очень богатым человеком, и вот когда он увидел, что на его поле молодая женщина подбирает колоссия, он узнает, кто она так, ему рассказали, и он потом ей говорит, послушай, дорогая, ты не ходи туда собирать, не ходи, вот здесь собирай, на моем поле. Да будет это примерно дополнение к тому, чтобы мы сегодня поняли миссию, которую совершил Христос, чтобы мы сегодня, особенно вы, вы сегодня средний возраст молодой, чтобы вы поняли, где нам нужно собирать, где это время посещения, это наша жизнь, где она должна сконцентрироваться. Не на вот этих полях мира, сего развлечений и тому подобного, но на поле Иисуса Христа, в Его миссии, в Его уделе, в Его труде, потому что нам отведено это время посещения. Мы трудимся, и мы будем иметь встречу. Мы трудимся, и мы будем иметь ответственность. Мы трудимся, и мы будем давать отчет, что я сделал, живя на этой земле. И там написано, что она собирала. То есть было поле, был урожай. И это естественно, что после женицов что-то остается. И там написано, что служанки ходили, и она вместе с ними, и они подбирали эти колосья, подбирали этот урожай, чтобы ничего не пропало. Чтобы ничего не пропало. И там написано, она вымолотила, и у нее получилось ефа, это примерно ведро этого ящменя, по-моему. И она принесла наимение и говорит, вот, и она вынула из-за пазухи этот хлеб. То есть она вложила этот свой труд, совершая, подбирая эти колоски этого урожая, ну то, что способствует жизни, то, что способствует обновлению, то, что дает эту энергию для того, чтобы жить. И сегодня вот этот пример, и дальнейшее воскресенье, где мы будем продолжать это отмечать, чтобы для нас всех послужили тем напоминанием, добрым напоминанием, чтобы мы сегодня узнали время посещения, чтобы мы сегодня были ответственными в этом нашем промежутке, который называется жизнь человеческая. Это время нашего посещения. Это время то, что мы сделаем, что мы соорудим, что мы принесем, и как мы к этому подходим. И потому пускай каждый из вас, кто присутствует на этом месте, чтобы, пойдя в наши домы, продолжая жить и трудиться, чтобы мы помнили, что мы сегодня счастливые люди только потому, что мы не только в этой жизни надеемся на Христа, я еще раз говорю, не только. Все это прекрасно, знаете, все это прекрасно, хорошо, мы просим, мы молим, мы получаем от Бога исцеление, мы получаем работы, мы получаем, мы проходим эту школу. Но для чего? Для чего? Для того, чтобы быть использованным Господом в будущей жизни, в Царстве Божьем. И потому, если мы так верим, если мы так устрояем свою жизнь, если мы так направляем свою силу, здоровье, время, энергию, мы будем в числе самых-самых счастливых людей, потому что мы верим, и мы будем с Господом. И пускай то, что сегодня совершил Христос, то, что сегодня Он совершил для нас, оно постоянно нас обновляет, дает нам силы, обновляет наше физическое здоровье, обновляет наше духовное здоровье, и чтобы, как сестра Люда рассказывала, что она засвидетельствовала, чтобы каждый из вас был способен и был готов засвидетельствовать жизнью, словами, делами, поступками. А сейчас давайте склонимся и поблагодарим нашего Господа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин